Здравствуйте, коллеги. Недавно на сессии Верховного Совета депутатами Верховного Совета был принят закон Республики Хакасия о дополнительных мерах социальной поддержки граждан, признанных по мобилизации на военную службу в российскую армию и членов их семьи. Одной из мер социальной поддержки является единовременная денежная выплата на мобилизованную, которая выплачивается с учетом ранее сделанных выплат правительства Республики Хакасия 5 октября в размере 100 тысяч рублей. Таким образом, исходя из этого и сегодняшнего существующего порядка, выплата будет осуществляться в связи с тем, что все мобилизованные уже получили выплату, будут осуществляться в беззаявительном порядке на расчетные счета, которые ранее были указаны заявителем. Понятно, а про родителей вот... Единовременная выплата на мобилизованную. Родители в данном случае могут быть просто получателями этой выплаты, если, соответственно, супруга отсутствует. Так, мобилизованному это сейчас на их зарплатной карте или за... Нет, на те счета, которые были указаны заявителями. То есть заявитель, когда написал заявление еще 5 октября, да, в соответствии с тем постановлением, эти данные есть в единой информационной базе в Министерстве труда и социального развития. Почему? Я говорю, что в беззаявительном порядке. Прямо на те же расчеты и счета, которые были указаны ранее. То есть это или жена писала, или мама в соцзащит, которые говорили, что, скорее всего, придется писать и родителям. Поэтому и началась волна возмущений. Изначально, может быть, была такая схема? Вот смотрите, я разъясню все. Действительно, при обсуждении порядков обсуждались разные точки зрения, да. То есть мы широко обсуждали механизмы, в соответствии с которыми мы будем реализовывать положение нашего регионального закона о мерах социальной поддержки. Действительно, такая точка зрения была о поддержке родителей. Но при совокупности мнений, с учетом общественной организации Совет ЖОН, все-таки было однозначно принято решение, что мы запустим средства, мобилизованным по тем расчетным счетам, которые имеются в распоряжении Управления социальной поддержки. В беззаявительном порядке. А в какие сроки начнутся выплаты? В кратчайшие сроки начнутся выплаты. Скорее всего, это будет понедельник. То есть все точка, да? Забыли про заявление родителям? Все в беззаявительном порядке. Еще раз, коллеги, подчеркну, в понедельник средства пойдут. А что касается компенсации по коммунальным услугам? Вот здесь механизм следующий. Здесь все-таки нужно будет заявиться в Управление социальной поддержки для компенсации твердого топлива и коммунальных услуг. Набор документов очень простой. То есть копию паспорта, заявление здесь нужно будет предоставить. Мы, соответственно, зачислим. Я обращу внимание, что выплаты будут получены с 21 сентября. Ну, то есть компенсирован период расходов по коммунальным услугам будет с 21 сентября по 31 декабря. В этот период времени, вот в любое время может обратиться один из родителей, либо супруга в Управлении социальной поддержки. Декомпенсация будет с 21 по 31 декабря. С 21 сентября. А смотрите, когда впервые социальный паспорт заполнялся, там было просто как уточнение, что да, требуется, например, уголь, да, требуется что-то. Это все равно еще раз нужно будет сходить и еще раз написать. Нет, вот смотрите, то есть мы сейчас говорим о тех мерах, которые у нас принимаются в рамках закона. Что касается адресной поддержки, регулярной поддержки семей, мы это делаем вне зависимости от нового регулирования, новых порядков. То есть мы и так предоставляем в случае острой необходимости твердое топливо, продуктовые наборы, теплые вещи. То есть эта работа в Управлении социальной поддержки ведется вне зависимости от принятого нового нормативного права. Олеги, еще вопросы? Давайте подумаем крепко, чтобы закрыть. А можете перечислить виды социальной поддержки по второму пакету? Что касается, он достаточно обширен, я скажу об основных ключевых направлениях. Это как раз выплата до 100 тысяч рублей. Это компенсация расходов за коммунальные услуги. Это компенсация, единовременная выплата в размере 8 тысяч рублей по твердому топливу. Это могут быть дрова, либо уголь. И компенсация взносов на капитальный ремонт. Это тоже тем, кто живет в благоустроенном фоне. Это только в рамках того, что в компетенции управления социальной поддержкой. Кроме того, мы сегодня освобождаем от оплаты за транспортный налог. У нас сегодня обеспечивается в органах местного самоуправления двухразовое горячее питание в школах. Еще ряд других мероприятий, которые также будут предоставляться всеми мобилизованным. А могут ли претендовать на выплаты те мобилизованные, и всеми которых вернули из Омска? Что касается выплат, в рамках первого пакета те средства, которые были получены, они остаются у мобилизованного в безусловном порядке. Кроме того, мобилизованные смогут претендовать на первоочередное обеспечение детей в летних оздоровительных учреждениях. Кроме того, мобилизованные смогут претендовать на оздоровление в нашем Черногорском социально-рабилитационном центре бесплатно абсолютно в течение двух недель, значит, период. Что касается средств по второму пакету мер, то здесь, к сожалению, нет. Воскажите еще, пожалуйста, изначально, когда шла тема, что, возможно, родители будут писать заявление, там что-то было связано с Минюстом и с законом. Собственно, из-за этого и началось решать, что семья – это, в общем-то, очень обширное понятие. Я еще раз подчеркну, коллеги, мы широко обсуждали, действительно, разные точки зрения общественных организаций и так дальше. Самое активное участие в этом принимал совет жен мобилизованных. И по совокупности всех вот этих точек зрения было принято решение о том, что родители мобилизованные будут поддержаны другими способами. Выплата пойдет только на мобилизованных. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова